Добрый день, глубоко уважаемые коллеги. Рада вас всех видеть. Мое сообщение будет посвящено применению позитронно-эмиссионной томографии, совмещенной с компьютерной томографией, в диагностике нейроэндокринных опухолей при использовании различных радиофармпрепаратов. Следует отметить, что для молекулярной визуализации нейроэндокринных опухолей в настоящее время во всем мире используется много радиофармпрепаратов. Приблизительно их разработано на сегодняшний день около 30. При этом для ПЭТ-КТ известно о 15 радиофармпрепаратах. Из этих 15 РФП в Российской Федерации на сегодняшний день доступны 5. Это фтор-ДОФА, фтор-дигидроксифенилаланин, который является синтетическим аналогом предшественника норадреналина фенилаланина. В основе фармакодинамики этого РФП лежит способность клеток нейректодермального происхождения к продукции катахоламинов и их депонирования в секреторных гранулах. Второй радиофармпрепарат является представителем галий конъюгированных пептидов. Это галий ДОТА-ТЭЙД. Он обладает свойством к специфическому связыванию с аматостатиновыми рецепторами по принципу замок-ключ комплементарным типом аматостатиновых рецепторов являются преимущественно рецепторы второго типа. Аналог этого препарата галий ДОТА-НОК в Российской Федерации с 2016 года появился. Он отличается от ТЭЙД только тем, что комплементарным типом аматостатиновых рецепторов являются рецепторы третьего и пятого типа. Фтор-дезоксиглюкоза также активно используется для диагностики нейроэндокринных опухолей. В основе фармакодинамики лежит способность опухолевых клеток увеличивать количество белков-транспортеров, необходимых для доставки фтор-дезоксиглюкозы в клетку в повышенном количестве и рост активности фермента гексокиназа, катализирующего метаболическое превращение фтор-дезоксиглюкозы в ФДГ-6-фосфат. Собственно, вот в таком виде образовавшаяся молекула накапливается в опухолевой клетке и возникает так называемый эффект метаболической ловушки. И последний радиофармпрепарат, который в Российской Федерации для клинического применения, он пока не используется, но тем не менее могу вам сообщить, что в нашем центре прошло уже два синтеза успешных этого радиофармпрепарата и мы надеемся, что в середине этого года или к концу мы уже сможем его увидеть в действии. Он также, как и до, появляется аналогом аминокислоты, в частности предшественником серотонина, переносится в клетку при помощи специальных транспортировщиков аминокислот L-типа и уже в опухолевой клетке под воздействием декарбексилаза происходит его метаболическое превращение в серотонин и в дальнейшем он депонируется в секреторных гранулах. В ТОРДОПА На сегодняшний день в Российской Федерации данный радиофармпрепарат производится и применяется только в центре имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Показаниями к исследованию с этим радиофармпрепаратом является выявление, оценка распространенности и эффективности лечения нейроэндокринных опухолей с высокой дифференцировкой. Наиболее информативен этот радиофармпрепарат для выявления инсулиномы, фиохромоцитом, параганглиом, рецидива медулярного рака щитовидной железы и диагностики очаговой формы врожденного гиперинсулинизма. И, конечно, этот радиофармпрепарат может использоваться на втором этапе диагностического поиска, если речь идет о выявлении нейроэндокринных опухолей, которые не экспрессируют саматостатиновые рецепторы. На слайде вы видите физиологическое распределение в ТОРДОФы. Препарат в норме в повышенном количестве накапливается в лентикулярных ядрах, в желчном пузыре, в чашечно-лоханочной системе почек и мочевом пузыре, поскольку данный радиотрейсер выводится через мочевыводящий тракт. На данном слайде продемонстрировано патологическое накопление в ТОРДОФы. В первом случае в дистальных отделах поджелудочной железы у пациента с инсулиномой, во втором случае в лимфатических узлах, пораженных метастазами медулярного рака щитовидной железы. Гали и конъюгированные пептиды. Могу сказать, что с 2016 года, согласно рекомендациям Европейского общества по изучению нейроэндокринных опухолей, ПЭТ-КТ с меченными пептидами признана самой эффективной для проведения топической диагностики и оценки распространенности всех гистологических типов нейроэндокринных опухолей, за исключением инсулином. Связано это с тем, что инсулиномы, по литературным данным, только в 40-50% случаев экспрессируют соматостатиновые рецепторы. Кроме того, если они их и экспрессируют, то, как правило, плотность этих рецепторов на мембране опухолевой клетки невелика. В связи с этим чувствительность ПЭТ-КТ у больных инсулиномами не превышает 25%. Галлии дотапептиды доступны в России с 2015 года. Я могу с гордостью сказать о том, что и синтезированы, и применены они были впервые в нашем центре. В период с 2015 года по настоящее время проведено, обследовано более 1100 пациентов. На слайде вы видите информацию о том, как можно записать пациентов к нам. Следования проводятся на платной основе, а также могут быть проведены в рамках программы ОМС. Галлии дотатейт. На сегодняшний день этот препарат доступен только в нашем центре. Производим его только мы. Препарат предназначен для выявления оценки распространенности и эффективности лечения нейроэндокринных опухолей любой локализации. При этом критерии отбора пациентов для этого препарата должны включать следующие. Нейроэндокринная опухоль должна быть высоко дифференцирована. КИАИ-67 должен быть менее 10%. И второе условие. По данным иммуногистохимии на мембранах опухолевых клеток должна наблюдаться гиперэкспрессия преимущественно второго типа рецепторов. Второй радиофарм препарат по критериям показания абсолютно ничем не отличается от ТЭЙТА. Но необходимо обратить внимание, что по данным иммуногистохимии желательно, чтобы на мембранах опухолевых клеток наблюдалась экспрессия третьего и пятого типа рецепторов. Данный радиофарм препарат на сегодняшний день производится и применяется в двух центрах России. Это в нашем центре и в центре Алмазова в Санкт-Петербурге. Конечно, направляя пациентов на ПЭТ-КТ с галей-конъюгированными пептидами, пациентов, получающих лечение аналогами с аматостатина, необходимо соблюдать следующие рекомендации. В случае, если пациент получает актриотид пролонгированного действия, то тогда ПЭТ-КТ должна выполняться на последней неделе перед введением актриотида. В случае, если больному применяется актриотид короткого действия, отмена актриотида должна осуществляться как минимум за сутки до проведения ПЭТ-КТ. Структура галей-конъюгированных пептидов выглядит следующим образом. Галей – это радионуклид с периодом полураспада около 68 минут. Производится он с помощью германии галевого генератора. ДОТА – это хилатор, так называемый химический мостик, который обеспечивает устойчивое связывание между радиоактивным металлом, галлием и пептидом. Тейт и ног – это и есть пептиды, которые являются синтетическими аналогами соматостатина. Активными частями биологического соединения они связываются с соматостатиновыми рецепторами атипичной клетки, которые являются, собственно, мишенью. На сегодняшний день известно пять типов соматостатиновых рецепторов. Все они, за исключением второго типа, кодируются разными генами и локализуются на различных хромосомах. Соматостатиновые рецепторы экспрессируются по литературе приблизительно в 80% случаев высоко дифференцированных нейроэндокринных опухолей. Само по себе наличие соматостатиновых рецепторов имеет положительное прогностическое значение. В норме они локализуются на клеточной мембране клеток нормальных островков поджелудочной железы, эпителия 12-пясной кишки, тощей кишки, подвздошной, а также аппендикси и толстой кишки. В слизистой оболочке желудка эти рецепторы преимущественно локализуются на мембранах гастрин, продуцирующих клеток антрального отдела. Хотелось бы также отметить, что злокаченные клетки большинства дифференцированных нейроэндокринных одновременно могут экспрессировать несколько типов рецепторов, но чаще всего это второй и пятый типы рецепторов, и именно эти типы обычно являются вмешениями не только при диагностике, но и при назначении терапии аналогами соматостатина. По мере возрастания биологического потенциала первичной опухоли или ее метастаза, а также у больных после длительного лечения аналогами соматостатина, плотность изначально доминирующего типа рецепторов может снижаться, при этом начинает преобладать другой тип рецепторов. Все эти тезисы, которые я сейчас сказала, необходимо учитывать при выборе радиофармпрепарата для проведения ПЭТ-КТ. Что же делать клиницисту, если у него нет данных о том, какой тип рецепторов преобладает, как выбрать радиофармпрепарат? В такой ситуации можно обратиться к обобщенным данным литературы. На сегодняшний день совершенно ясно, что основная часть нейроэндокринных опухолей экспрессирует второй тип рецепторов и пятый. И поэтому считается так, что если речь идет о гастрономии, гастроэнтестинальной опухоли или медулярном раке щитовидной железы, то в принципе можно выбрать любой радиофармпрепарат, как ТЭЙТ, так и НОГ. Если мы подозреваем параганглиому, фиохромоцитому или мелкоклеточный рак легкого, то лучше начинать с галий ДОТА ТЭЙТ. На слайде вы видите физиологическое распределение галий ДОТА ТЭЙТ и галий ДОТА НОГ. Они совершенно ничем друг от друга не отличаются. Мы видим гиперфиксацию радиофармпрепаратов в гипофизе, печени, селезенке и чашечно-лоханочных системах почек и мочевом пузыре, поскольку оба радиофармпрепарата выводятся через мочевыводящий тракт. Позвольте, коллеги, представить вам несколько клинических примеров применения ПЭТ-КТ с галией ДОТА ТЭЙТ. В первом случае пациентка проходила исследование с галией ДОТА ТЭЙТ. У нее в анамнезе, из анамнеза было известно о том, что имелось белобарное поражение печени, и исследование выполнялось для поиска первичной опухоли. Как вы видите, в обеих долях печени выявляются множественные очаги патологического накопления радиофармпрепарата. Кроме того, в дистальных отделах тощей кишки проекции был обнаружен очаг патологического накопления радиофармпрепарата. Впоследствии данная опухоль была обнаружена и верифицирована. Был установлен окончательный диагноз данной пациентки. Высоко дифференцированная нейроэндокринная опухоль, тощей кишки КИАИ-67 – 2%. Второй пример демонстрирует возможности метода у пациентки со злокачественной инсулиномой. Опять же, исследование выполнялось для поиска первичного образования. В пациентке длительный сложный анамнез. Длительное время отмечало приступы гипогликемии. Частота этих приступов постепенно нарастала. Во время приступов снижения уровня глюкозы в плазме крови до 0,9 ммл, вплоть до гипогликемических ком. Вы видите, что существенно превышено значение цепи птида. В разы увеличена концентрация инсулина. То есть по лабораторным данным, конечно, у этой пациентки предполагался диагноз инсулинома. При обследовании, при компьютерной томографии в правой доле печени выявлялось массивное образование. Оно практически всю эту правую долю печени выполняло. Пациентка к нам в центр обратилась вследствие того, что в другом учреждении на врачебном консилиуме было принято решение, что необходимо выполнять резекцию правой доли печени. У нас в центре до оперативного вмешательства для оценки топографической анатомии опухоли печени, уточнение сосудистой инвазии, а также поиск злокачественной инсулиномы была выполнена диагностическая ангиография. Инсулинома не обнаружена, проведена химиомболизация образования в печени, как возможного очага эктопической автономной инсулина. Что, простите? Чуть-чуть регламент соблюдаем, а то мы вышли за пределы регламента. На слайде представлены данные этой пациентки. Мы видим гиперфиксацию радиофармпрепарата в этом объемном образовании в печени. Кроме того, при компьютерной томографии очень неубедительно, очень с низким накоплением тейта определялось образование в теле поджелудочной железы. Дополнительно, во внутреннем квадранте левой молочной железы было обнаружено ТТ-позитивное образование, которое впоследствии оказалось также метастазом. Пациентку прооперировали. Ну вот, вы видите окончательный диагноз. Но что здесь хотелось бы отметить? Опухоль поджелудочной железы, которую мы при исследовании стейт видели неотчетливо. Для нее была характерна гиперэкспрессия пятого типа самотостатиновых рецепторов. Для опухоли печени в 100% клеток наблюдалась экспрессия второго типа рецепторов. И в опухоли молочной железы второго и пятого типа рецепторов. И, как вы помните, и опухоль печени, и опухоль молочной железы мы отчетливо визуализировали при ПЭТ-КТ. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что первичное образование расценивалось как Грейт-2, а метастазы Грейт-3. Конечно, работая с этими радиофарм препаратами, мы сталкиваемся и с проблемами интерпретации. Вот здесь я демонстрирую вам накопление ТЭИТа в очи-ге воспаления. Мария Тегейт, уже время, мы никто не успеем доложиться. Давайте регламент соблюдать, господи. Хорошо. Тогда в заключение хотела бы сказать, что, конечно, выбор радиофарм препарата для ПЭТ-КТ должен осуществляться с учетом знаний о типе самотостатиновых рецепторов. Необходимо помнить, что НЕО, Г2 и Г3 крайне гетерогенные, и нередко у одного и того же пациента в разных опухолевых очагах, особенно у больных, длительно получающих лечение аналогом самотостатина, может быть присутствовать вариабельность экспрессии рецепторов. В связи с этим, поскольку на сегодняшний день нет отчетливых рекомендаций, при каком КИА-67 и мы должны применять тот или иной радиофарм препарат на основе собственного опыта и литературных данных, вот мы предлагаем вашему вниманию некий вот такой алгоритм, которым вы можете воспользоваться, направляя пациента на исследование. Логика его такая, если пациент не лечен, у него имеются клинико-лабораторные признаки карциноидного синдрома, то, конечно, лучше начинать с додопептида. В случае, если скан отрицательный, то возможно выполнение одного из радиофарм препаратов, являющихся аналогами аминокислот. Если опухоль верифицирована, вам известна локализация, стадия, но КИА-67 меньше 10-12%, то, в принципе, достаточно выполнения исследования с одним из галлий додопептидов. Вот с группой пациентов, у которых КИА-67 выше 10%, приблизительно до 55%, то мы рекомендуем выполнять два исследования с галлий додопептидом на выбор и плюс обязательно в торт-дезокс и глюкоза. И четвертый вариант. Если речь идет уже о нейроэндокринном раке, то, в принципе, достаточно выполнения исследований с торт-дезокс и глюкозой. Коллеги, я благодарю вас за внимание. Извините, что вышло из регламента. Продолжение следует...